В результате мощного землетрясения на юге-востоке Турции уже идет на сотни. По последним данным, жертвами в самой Турции стали более 280 человек. В соседней Сирии более 350. По словам власти, эти цифры будут расти. Центр землетрясения магнитудой 7,8 находился к северу от турецкого города Газиантеп, примерно 90 километров от сирийской границы на глубине 18 километров. В обеих странах разрушены сотни домов, пострадавших более тысячи. Под завалами остаются люди. В результате землетрясения взорвался газопровод в городе Кахраман-Мараш. Толчки ощущались в Дамаске, Беруте. И хотя мы не всегда можем интерпретировать сигналы, иногда они предупреждают нас о надвигающейся катастрофе. Так было в случае с землетрясением в Турции 6 февраля, где за несколько часов до землетрясения наблюдались странные миграционные пути птиц. В Турции продолжаются спасательные работы после мощного землетрясения, унесшего жизни 3000 человек. По статистике, подземные толчки от 8 баллов и выше происходят в мире раз в год, а от 7 до 7,9 балла – 17 раз в год. Эти показатели в последнее время стали расти, поэтому есть большой шанс столкнуться с этой стихией лицом к лицу в жизни у каждого из нас. Напомню, разрушительное землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш произошло утром в понедельник 6 февраля. Его магнитуда, согласно оценкам специалистов, достигала магнитудой 7,8. По словам президента Турции Эрдогана, подземные толчки в стране стали самыми сильными с 1939 года. Особенно сильно из-за землетрясения пострадал турецкий город Газиантеп. Стихии также затронуло сирийские провинции Алепа, Латакию, Хаму и Тартус. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3432 человек. 21 103 получили ранения, сказал журналистом вице-президент Турции Фуат Актай. Вы только представьте себе, в общей сложности обрушились 5 775 зданий. Из-под завалов удалось спасти более 8 000 человек. Спасательные работы продолжаются, в них участвуют свыше 12 000 человек. Сейчас Турции помогают 14 стран, но погода мешает доставлять помощь в пострадавшие регионы. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков. А в середине дня новые мощные толчки магнитудой 7,8. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии. Небольшие толчки зафиксировали и в Сочи. Весь мир предлагает турецкому правительству помощь. Россия направила в пострадавшие от землетрясения регионы Турции 4 самолета с более чем 100 специалистами по чрезвычайным ситуациям. По мнению иранского журналиста-международника Хайла Муазина, в связи со сложившейся на сегодня на мировой арене ситуацией, нельзя исключать того, что разрушительное землетрясение в Турции могло быть делом рук человеческих. Стоит отметить, что существует такая система, как тектоническое оружие. Это гипотетическое устройство или система, при помощи которых можно искусственно вызвать землетрясения. Извержение вулканов или похожие явления в определенных местностях, путем воздействия на естественные геологические процессы, прокомментировал иранский журналист. Субтитры создавал DimaTorzok